Волейбол Либера Дарья Векшина в составе областной волейбольной команды «Амичка» выступает уже четвертый сезон. За это время она сумела зарекомендовать себя как волейболистка с хорошим умением читать игру, предугадывать развитие и направление атаки соперника. Даша по праву завоевала любовь и признание омских болельщиков. Своими уверенными действиями в защите не раз срывала аплодисменты переполненных трибун спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. Даша! 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 Либера в волейболе – специальный игрок в составе команды, выполняющей только защитные функции. Основные задачи Либера в игре – прием подачи и атакующих ударов соперника, подбор отскоков от блока и скидок. Для многих красота волейбола заключается в эффектных и продуктивных атаках. Однако колоссальная работа проделывается до того, как мяч дойдет до пасущего, а потом попадет под удар нападающего. Так называемая черновая работа, от которой во многом зависит вся картина игры. Главное – хорошо сыграть сзади, это в защите с приемом справиться. Впереди у нас достаточно хороших нападающих, они справились. Дарье 25 лет, и 13 из них посвящены волейболу. Начала свою спортивную карьеру в родном Иркутске. Большинство девочек, которые приходят заниматься волейболом, мечтают играть в нападении. Амплуа Либера не так популярна среди юных волейболисток. Даша же на собственном опыте убедилась, что, будучи свободным защитником, можно многого добиться и реализовать себя в большом волейболе. Когда-то я была высокой, я очень рано выросла. Я такого же роста была где-то в девятом классе, в принципе, нападала даже тогда. А потом не выросла, и меня переконфицировали в Либера. Ну, как-то так прижилось у меня. Работоспособность, трудолюбие, ее мужевчивый характер, все это вкупе и говорит о том, что игрок этот для нас очень нужен. И мы на нее надеемся и рассчитываем, что она будет прибавлять. Взаимопонимание в игре и дружеской атмосферы в команде добиться не так-то просто. Спортсменки очень много времени проводят вместе. Командный дух выручает и в жизни, за пределами площадки. Друг познается в беде, а хороший волейболист в ежедневной совместной работе. Когда Даша принимает, я уверена, что она примет хорошо. И сразу я могу постановить, если будет качественный прием, значит, будет хорошая передача, и нападающий нас забьет. И начну с того, что Даша еще занимается черной работой на задней линии. Ее, в принципе, не особо-то она как-то выделяется, не как нападающий, который может забить 3 метра. Но когда Даша тащит такие мечи, сумасшедшие в защите, то, я думаю, все болельщики сразу это видят, и мы это оцениваем. Даша, в принципе, такой же легкий, позитивный человек. Мне площадка, как и на поле, все это уже успели заметить. С ней очень приятно общаться, она очень интересный человек. А вот такая Даша Векшина дома. Сегодня она нисколько не жалеет, что судьба привела ее именно в Омскую область. И дело здесь не только в волейболе. Мы познакомились у другой такой же парочки, у Насти Севаченко и Дмитрия Тараканова, которые тоже все хорошо знают в омском спорте. У них было новоселье. Ну, там, естественно, познакомились. Но у нас дальше не пошло. Да, она мне понравилась. В общем, потом несколько раз мы встретились, уже в другой, более такой уединенной обстановке. Ну, и так у нас потихонечку завязалось. Летом прошлого года эта обаятельная и веселая пара стала семьей. Идея необычного сценария свадьбы принадлежала Дарье. А организаторские моменты легли на плечи Евгения. Ни намека на банальность. Отличный подарок для друзей от молодоженов. Спортсменов много знакомых. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. А когда приезжают, приходят в гости, обязательно первым делом, в принципе, спрашивают. Давайте свадьбу посмотрим. А вот медовый месяц пришлось отложить. Так получилось, что сразу после свадьбы Дашу попросили принять участие в подготовке сборной России по вольболу к чемпионату мира в Японии. Дело в том, что в главной команде страны либера основного состава получила травму. Жертвуя заслуженным отпуском, Даша на время тренировочного процесса заменила этого игрока. Она знала, что в Японию не поедет. И тем не менее, на просьбу тренерского штаба твердо ответила «да». И два месяца провела на сборах национальной команды. Владимир Васильевич позвонил, сказал, что Даша такая ситуация. То есть ты, конечно, можешь отказаться. Но, естественно, я как спортсмен, для меня, как я могла от этого отказаться? То есть никто меня не принуждал. Немножко неожиданно было. Но, конечно, все равно очень рада, что это в моей жизни произошло. Потому что и опыт колоссальный. И, в принципе, то, что я с девчонками там пообщалась много с кем, так сказать, горизонты расширила. В Японии российская женская волейбольная сборная стала сильнейшей на планете. И хотя в составе команды не было либера Дарьи Векшиной, она внесла свой вклад в эту победу. А дальше снова в бой. Даша уже в составе «Амички» борется за медали российской суперлиги. Кажется, этот человек совсем не знает усталости. У нее словно открылось второе дыхание. Тем более на трибуне теперь самый главный болельщик – любимый муж Евгений, который старается не пропускать ни одного матча «Амички». Переживания, в первую очередь и за команду, но и, соответственно, за жену тоже. Очень большие переживания. Ну, начинаешь болеть уже. Не просто болеть, но с энтузиазмом. Когда супруга вытаскивает мячи, очень приятно. В прошлом Женя тоже выступал на профессиональном уровне. Он играл за баскетбольную команду нашего региона БК-17-16. И что символично, так же, как и Даша, под четвертым номером. Хотя он в волейболе, так сказать, не очень разбирается. Можно там общие какие-то замечания сказать, то, что понравилось, а то, что нет. Такие очевидные моменты. Ну, в принципе, конечно, говорю свое мнение. Без поражений не бывает побед. Не опустить руки, подняться с колен и снова вступить в борьбу – это и есть качество настоящего спортсмена. А в отношении амплуа Либера это имеет особый смысл. Удары, подачи, блоки падения, командная игра составляет красоту волейбола. Но за этим всем кроется тяжелый многолетний труд. Пожелаем сегодняшней нашей героине Дарье Векшиной спортивных успехов. И чтобы ее руки всегда притягивали мячи. Это была программа «Второе дыхание». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин